Мы знаем, вы слушаете. Радио Болткома 93,9. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем наше утро. Оксана Антоненко, Наталья Михайлова и Евгений Копеин в этой студии по-прежнему. И с нами уже гость, Уэрспаритес, президент Латвийской Академии Наук и Искусствовед. Здравствуйте. Здравствуйте, доброе утро. У нас в личном утре. Так что этому нашему интересному гостю можно задавать вопросы 672-12-939 и 672-13-939. У нас прямой эфир. Вы нас видите на портале MixNewsLV, прямой трансляции на видеочате. Там тоже можно задавать свои вопросы. Так что у вас есть все возможности. В ближайшие 40 минут, даже больше, может быть, чуть-чуть, до 10 часов мы успеем обо всем поговорить. Но сначала мы бы хотели, вот, ваше мнение как специалиста, как искусствоведа, как человека, который много лет возглавлял комиссию по памятникам. Ваше мнение, вот такое человеческое и, может быть, мнение специалиста. Почему все-таки люди воюют памятниками? Что они хотят этим выразить? И почему это так чувствительно? Я думаю, что люди воюют памятниками как раз на этой территории, которая всегда была плацдармом для великих держав и для великих властей. Я не вижу войны с памятниками в Италии. Я не вижу войны с памятниками во Франции. Я не вижу войны с памятниками в России. Но я вижу, как бы... Почему? Там тоже есть Дзержинский, там, например, или там есть определенные какие-то... Я думаю, что это более гармонично, эта болезнь проходит и, наверное, с нею справляется. Но здесь, видите, получается конфронтация, которую оставили, конечно, Первая мировая война, Вторая мировая война. И, конечно, каждые какие-то политические сдвиги, экономические перемены, есть последствия каких-то бывших раздражений, которые оставили травмы. И эти травмы, конечно, люди как бы болезненно переживают. И эти травмы как бы унаследуются. Как, может быть, они сублимируются со временем. Но если дед воевал за освобождение Европы во Второй мировой войне, наверное, внуки не знают этого личного опыта так болезненно, потому что они не спали в окопах и не получали раны от пулей. Но они унаследовали, конечно, какое-то отношение. И это, наверное, самое отношение имеет и латыши, и имеют те люди прибалтийских стран, на которых территории произошли всякие идеологические, политические разногласия. И эта война, если вы имеете в последнее время и ссору вокруг памятника освободителям, построенного в 1985 году за Двиной, то это, я думаю, что это большая ошибка и партия национала, Снеоткаримс, национальная партия Латвии, которая за четыре года, которых находилась при власти, ничего не сделала на политическом, на экономическом плане. Они просто хочут сейчас расшумить общество и, наверное, таким образом как бы поднять свой рейтинг. Я вообще не считаю с этим. Да, мы имели в виду даже не политический контекст, который так очевиден. А вот почему все-таки вот памятниками, что люди хотят, почему они наделяют этот кусок камня, металла или гипса или гранита какими-то, скажем, какой-то вот мыслью? Я думаю, что это психологически основано. Никогда бы человек не хотел бы воздвигнуть памятник своим потерям или своему поражению. Памятники всегда, все равно, эти короли или выдающиеся личности ставят победе. Личной победе, государственной победе, значит, триумфу. То есть это определенная история успеха? Да, конечно. Это лайместас. И если этого рассказа о выдающемся деятельности, которая принесла триумф или победу, не получается, конечно, никто не хочет увековечить и каждый день видеть у себя при глазах символ поражения или унижения. А как же насчет символа депортации в Турникалсе? Конечно, это скорбь, а не поражение. Это через скорбь, мы тоже идем на кладбище и рыдаем у своих памятников, которые мы поставим своим родственникам. Это как раз та могила как бы безымянного солдата, у которого хочется возложить венки или цветы, но его могила неизвестна. Хорошо, ну а как, на ваш взгляд, решить в таком случае эту ситуацию, если есть раздражители, если есть раздраженные, но при этом остались памятники? Вот что, работать нацовое общество, чтобы перестать раздражаться или переименовывать, сносить памятник? Вот как это дилемо решить? Да, вы, наверное, очень молоды, и когда я лет 17 назад был министром культуры, я первый согласился проделать в Латвии фестиваль культуры народных меньшинств и народных обществ всех представленных в Латвии. И я тогда уже, конечно, знал и понял, что как раз инструменты культурные всегда дают самый лучший социальный эффект. И воспитание культуры есть самый хороший нейтрализатор социальных раздражений. И я думаю, что как раз вот это учение о гармонии все-таки нужно учиться тоже в 21 веке. Давайте, может быть, от памятников к живым людям, и в частности к нашему сегодняшнему гостю, Ой, Арс Паритес, я еще раз напомню, у нас в гостях сегодня президент Латвийской Академии Наук. Ну, вы недавно президент Латвийской Академии Наук, ну так, относительно недавно. Вот как вы уже освоились вот на этом поступок? Знаете, освоился и благодаря, можно сказать, тоже моим сотрудникам, которые очень хорошая команда, верная команда и очень логичная команда. Потому что Академия Наук не политическая организация. Она рационально рассуждает и думает, как лучше администрировать науку или политику, как создавать синергию между наукой и производством, чтобы таким образом как бы поднять больше нашу экономическую прибыль, которой государство так нуждается. Вы, до прихода вас на посту Академии Наук был физик. Ну, то есть, вот физик, а вы лирик. Что-то изменилось в связи с этим? Как-то вы поменяли, скажем, политику? Теперь лирики главные. Это вы можете спросить моим коллегам естественных наук, работникам и научным исследователям. Я думаю, что как раз в персоне научных сотрудников из естественных наук я получаю теперь очень большую поддержку, потому что главное это логика. А логикой, конечно, нужно идти на разговор с нашими бюрократами, на разговор с нашими политиками. И тут, конечно, эмоции меньше всего нужны. Я, конечно, немножко теперь страдаю, что нет у меня так много свободного времени развивать свою научную деятельность, потому что не могу так много написать, как раньше, не могу так много участвовать в конференциях, которые мне бы любимы. Но всё равно я теперь... Да, я человек, который лоббирует науку на всех уровнях, на всех министерствах. Я уже открываю двери, как человек, которого ожидают и мою команду, которые тоже люди уже очень опытные, много лет работали в администрации. Они помогают нашим работникам в министерствах как бы справляться с документами, всякими инструкциями, программами, проектными такими возможностями, чтобы эти деньги или европейские, или бюджетные, как бы прямее достигли цели, как можно сказать, наших институтов. А у вас нет ощущения, по крайней мере, такой миф бытует, может быть, в обществе, что с развалом Советского Союза наука в Латвии, в общем-то, прекратила практически своё существование, никаких особенных открытий у нас нет, денег государство не даёт, ну, иногда что-то подкидывает Европа, но этого крайне не хватает. То есть, научные институты есть, они пустые, учёные уезжают за рубеж, потому что там как раз-таки есть финансирование, у нас нет. Вот у вас нет ощущения, что вы работаете каким-то Дон Кихотом, что ли, вот боретесь с отсутствием финансирования? Может быть, так и есть, что во мне имеется какая-то часть Дон Кихотизма. Без этого невозможно бы, и, наверное, без этого меня бы академик Страденч и предыдущий президент Академии наук Юрий Секманис не приглашал бы меня претендовать на это место. Да, конечно, в ваших словах имеется суровая правда, но частично. Да, мы можем смотреть, в 90-е годы это был перелом в экономических связях, в которых доминировал всесоюзный заказ. И, конечно, многие институты Латвии были как раз финансированы всесоюзным заказом, работали на Россию, и милитарный, и сельскохозяйственный, и научный ресурс. И, конечно, если там прервались заказы, нужно было переориентироваться. Как раз для бедной Латвии, оставшейся одной, было самое трудное, это переориентировка без бюджета, без средств вообще. И институты, конечно, потеряли многое, имущество, лаборатории, оборудование. И, конечно, это время, 90-е годы, было самыми тяжкими, когда многие научные работники потеряли тоже веру и надежду и поуехали. Или бросились в политику, банковские дела, администрацию и, конечно, университеты. Это была единственная цель и возможность спасания латвийской науки, всякие институты естественных наук, пределить к университету или Рижскому политехническому институту, или сельскохозяйственной академии. И теперь они, конечно, постепенно, эти институты набирают силы. То есть наука, она всё-таки есть. Я думаю, что об этом мы не должны спорить, потому что только нужно было время, чтобы эти институты окрепли, получили возможность накупить новое оборудование и, конечно, переориентироваться на глобальный рынок. И при этом глобальный рынок, это не означает закрытый рубеж с Россией или странами СНГ, но это обозначает, что очень интенсивно идёт кооперация по старыми связами, по старыми каналами. И теперь, наверное, эта наука более глобальная, и нечего делить. Всё равно, где институт находится, он уже делает продукт глобальный. Вы принесли нам очень много интересных материалов. Вот я сейчас листаю книгу «Рисунки солдата». Называется «Эдгар Винтер». Это «Солдат». Расскажите о ней. Вы составитель этой книги, как я вижу. Да, составитель и главный автор. Эта книга, конечно, мне в прошлом году вышла и делала много радости, потому что солдат Второй мировой войны, латышский человек Эдгар Свинтерс, он ещё жив, у него 93 года. Но, конечно, он уже в своём возрасте не пишет картины. Но он прошлой весной вытащил откуда-то из-за под кровати или какого-то секретного местечка папочку рисунков. И сказал, ой, Арс, ты искусствовед, может быть, ты с этим что-то сможешь делать. И начал я познакомиться с этими чётко документированными рисунками, и там есть его боевая путь. Понимаете трагедию прибалтийского человека, латыша? Он во время Второй мировой войны был студентом, учился в Академии художества. С четвёртого курса, можно сказать, с дипломной работы его мобилизировала немецкая армия. И он как художник пошёл в Западный фронт и около Познани, Торуни, Гданьска. Там он в окопах был и копал окопы, потому что он был в инженерной части, которая подготавливала окопы. И он писал маленькие эскизы, рисовал, документировал природу и, можно сказать, был совсем ненужным и неважным воякой. Даже с лопатой ему даже не доверяли работать, пускай лучше пишут и рисуют. И, конечно, потом его прислали на конце войны на Курляндию, где в Курлянский котёл тоже не пришлось ему выстрелить ни одной патроны. А когда война кончилась, после фильтрационных лагерей, его отослали как военного пленника около Москвы, Измайлово и Перово. Теперь эти оба пригорода Москвы уже полностью срослись с мегагородом, но тогда эти были окраины Москвы, в которых он тоже, живя иногда за колючей проволокой или иногда получая разрешение выйти за этой территорией, делал эскизы, потому что он поиначе не мог. И он пережил тяжесть и войны, и пленного как раз с помощью искусства. И самое интересное, в этой книге есть много портретов русских... Там, кстати, и шаржи тоже есть. Шаржи и портреты военных его сотоварищей, в котором были и русские, и украинцы, и литовцы, и люди из Петербурга, и из Москвы, потому что они тоже во время войны попали в немецкий плен, а из немецкого пленного уже советские власти не доверяли такому солдату, и вместе с немецкими пленными и прибалтийскими послали в эти лагеря. И он документировал даже, ну, прелесть ландшафта вокруг Москвы, которую сейчас мы не увидим. Он видел в идеализированном виде и эту природу, и это помогло ему выжить. Я думаю, что искусство было ему тем волшебным компенсатором, которое в трудную минуту помогло человеку не только ему гармонизировать душу, но и всем вокруг него, потому что он играл на скрипке, он писал портреты. Как он пишет в своих воспоминаниях, многие русские офицеры заказывали ему делать шишки на медвежонке, это русский лес, утро в лесу, картину по Третьяковской галереи, и я думаю, что даже сейчас некоторые московские квартиры могут хвастаться копией шишкина от руки латышского мастера. Этот парадокс, когда искусство, конечно, не имеет границ и не имеет предрассудков. У нас в гостях сегодня Ояр Спарит из президента Латвийской академии наук. Вы сказали, что искусство ему помогало выжить. У вас были такие ситуации, вот когда вам искусство помогало? Я видел, да, по натуре тоже, как немножко, можно сказать, романтик, и всю жизнь увлекался и литературой, и думал, что это будет моя карьера, потому что в моей первой студии это была латвийская литература и языкознание, и история литературы. Но когда я окончил вуз, я почувствовал, что немножко узковато. Я бы хотел немножко шире иметь представление о культуре и поступил второй раз в Академию художеств, чтобы набрать, да, сценографию, живопись, скульптуру, теорию искусства. Я думаю, вот с таким багажом я как бы себя умею восполнять и жить в этом мире, и, конечно, очень хорошо чувствовать, что под всей этой декорацией, которая украшает нашу жизнь, культура, имеется внизу фундамент экономический, фундамент научный, фундамент политический и исторический. Если это иметь в виду, тогда этот пирог или торт очень хорошо рисуется. Как относитесь к массовой культуре, к популярной культуре? Знаете, мы все в какой-то мере употребляем эту культуру. Я не очень большой почитатель, потому я не хожу на голливудские фильмы. Ни одного не видели на последний момент? Нет, так нет, так нет, что я не видел Шварценеггера, и видел, и всех видел. Но я думаю, что это не доминанта в моей повседневности, и поэтому бульварную прессу тоже практически не читаю. Но массовая культура – это та, которая делает забаву, утеху. Можно сказать, да, китч – это тоже часть нашей повседневности. И если он не совсем пошлый, тогда он создаёт уют для ума, уют для нашего как-то сердца. И, наверное, в этой полной контрастной жизни он даёт равновесие. То есть у вас нет презрительного отношения, ну, не знаю, к предисперстам или к чему-то такому? Нет, каждому в своё. Я, конечно, очень радуюсь выставкой, которая сейчас, наверное, уже закрылась, Юлия Федерса на бирже. Два месяца была очень прекрасная выставка, и Юлия Федерса – один из тех художников, который оканчивал Академию художества в Петербурге, и у которого работы теперь продаётся крестис и сотбис за большие суммы. Только эти работы нет. А такая уникальная выставка, конечно, это для души очень много даёт. И там я видел и иностранцев, и наших людей, и школьников, и разного возраста латвийских жителей. Я думаю, что Китч всё-таки нас сопровождают, но он, наверное, не доминирует части населения, которого интеллект, разум и тяга к культуре такой серьёзной, дополняющей и обогащающей, которых превалирует это чувство. Мы через несколько минут продолжим. Сейчас на Болткоме новость. Дело в том, что наш гость принёс нам очень много интересных фотографий, которые как раз свидетельствуют о его каких-то этапах жизни. И вот по ним мы, наверное, и поговорим во второй части, потому что редкие случаи, даже единственные, я бы сказала, когда наш гость личного утра принёс свои фотографии, и вот так вот мы видим, так сказать, этапы большого пути, говоря таким штампом. Ну а как же разбудить вашу фантазию на хорошие вопросы? Я должен вам провокацию принести. Спасибо вам за это. Через несколько минут продолжим. В личном утре сегодня президент Латвийской академии наук Эр Спаритес, учёный, в прошлом и политик, доктор искусствоведения, профессор, и он принёс нам фотографии из своей жизни личной и общественной. Давайте начнём с них. Вот, например, фотография, на которой маленький мальчик зимой сидит на снегу, и ему девочка с сумкой медсестры и повязкой медсестры бинтует руку. Да, моя родина... Такая явно советская старая фотография. Конечно, это моё детство, моя школа. Я родился в таком кулянском городке Прекуле, где был очень большой русский гарнизон, советский гарнизон. И советские солдаты часто приходили в школу, обучали нас военными как бы чувствами, а не знаниями. Может быть, кто-то получил и знания, но нам были военные игры. И одной зимой, конечно, нас повели в лес, и там мы строили снежные крепости, и что-то, наверное, больше делали. Но мне пригласили здесь играть раненого. Да, и, конечно, у меня ничего не ранено, но лицо, конечно, такое тяжкое, что... И эта девочка, которая меня перевязывает, немножко старше меня, не знаю, где она сейчас, но фотографию я нашёл после многих лет в моей самой школе, когда я там нечаянно заехал, в каких-то старых бумагах, которые бросались. И я случайно смог спасти фотографию о существовании, которое я даже не знал. Вот это 68-й год, да? Да, так может быть. Мой где-то пятый класс. Игра «Орлёнок» называется. Да, 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 да. Все играли «Орлёнок». Те, кто вот помнит, да, в советское время, те играли «Орлёнок», «Зарница» были такие игры. Оксана уже, наверное, не играла. Я уже нет. Такие опасные. Но вы с такой теплотой вспоминаете. Вот девочка привязала, вот солдаты были. Какие у вас вообще чувства вызывают воспоминания о советском детстве? С одной стороны, вы принято ругать всю советскую, с другой стороны, как бы и трава зеленее. Не вытянешь из жизни какие-то будут. Вот вы правы. Я между этими двумя шармантными дамами сидя. С одной вижу больше поддержку моей полиции, с другой – это провокации. Но это ничего. Это очень логично и динамично. Я тоже, конечно, не могу выбрать место жизни и хронологию моей жизни. И если в маленьком городке Прекуле уже половину жителей тогда составили военные люди, это была почти половина города, который находился за городской чертой. Мы с этими людьми вместе ходили в музыкальную школу, вместе дрались, вместе играли. Конечно, это были две общины, которая была почти своя жизнь. Но перед моими, как можно сказать, глазами проехали в очень ранном детстве машины, которые везли красным кафтаном обтянутые гробы на Прекулские братские кладбища. Эти самые большие братские кладбища, можно сказать, как мне тогда сказали, совсем в Советском Союзе. Там захоронено больше 20 тысяч павших людей, которые при боях в Курлянском котле на окраине между там Саудус, Скрунда, Вайнёде, Долепа и Пали. И, конечно, братская могила, кладбище, это были наши, можно сказать, будни, которых мы ходили как октября, так как пионеры. И, конечно, что я самое большое ценю в этих послевоенных ситуациях? То, что одним днём, всё равно, 8 мая мы празднуем, или 9 мая, но с этого момента кончалась смерть с одной стороны фронта и с другой стороны. И, конечно, поэтому там я не начинаю искать разногласия или причины вражды. Я думаю, что счастливы те, которые выжили. Вот ещё одна фотография, на которой вы такой тоже молоденький. Ах, фотография, которая, конечно, поминает мне в моё время министра культуры, когда я был в Пиннеберге. Пиннеберг – это маленький пригород при Гамбурге, потому что на конце Второй мировой войны, когда многие прибалтийские люди эмигрировали на Запад, они в Пиннеберге сделали, в бывших казармах гарнизона немецкого, открыли Балтийский университет. И этот Балтийский университет состоял из студентов, юношей студенческого возраста, которых тоже обучали профессора, эмиграционные профессора из всех трех прибалтийских стран. Это уникальный такой, можно сказать, университет, который создался, существовал три года, три с половиной, а потом люди интегрировались в немецких вузах или у них уехали, когда открылись эти лагеря военно-пленных и беженцев. Так что мы, конечно, 50-летие этого университета хотели открыть памятную доску, и это там, конечно, теперь каждому видно. Вы здесь речь произносите, да, на трибуне? Да, конечно, это одна из речей, которую я в жизни своей должен был произнести. Мы должны принять звонок. Вот, пожалуйста, надевайте наушники. Да, пожалуйста. Слушаем вас. Здравствуйте. Ой, Распарит, если у нас в гостях. Слушаем вас. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Гасим, профессор, у меня вот такой вопрос. Вы упоминали слово «кич» и сказали, что не считаете, что он является в настоящее время доминантой. Но вот меня поразили недавно данные ученых Стэнфордского университета, что за последние 20 лет уровень образования и института на развитие упал более чем на 20% населения. Вот как вы считаете, при современном уровне развития этот кич не станет ли он именно доминантой? Я понимаю, что настоящее искусство, люди искусства, они являются как бы закрыты такой что ли сектой, обществом. Но вот как бы мы ни относились к большевикам, да, однако лозунг искусства в народ, искусство и кино является важнейшим из искусства в выражении Владимира Ульянова-Ленина, им все-таки удалось каким-то образом продвинуть это дело в народ. Или это несет ли творческая интеллигенция какую-то ответственность все-таки за это дело? Да, могу сказать, что ответственность, если измерять каждого управляющего, политика или идеолога, мы, наверное, не можем распределить, на сколько процентов он каждый или виноват, или не виноват. Это ваше наблюдение, конечно, очень правое. То есть в том слое культуры, где я проживаю и где находятся мои друзья, конечно, доминирует и превалирует потребность на высокую культуру. Конечно, если мы смотрим, какая в глобальном смысле имеется ситуация, и как медленно поднимается на всем мире уровень интеллигентности, образования, конечно, для необразованного человека нет различия китча или высокой культуры. Он, наверное, принимает за ценную бумагу и индийские фильмы, мелодраматические, или теперешние китайские фильмы, где кунг-фу и разные боевики тоже проделывает какой-то, ну, наверное, не очень благоприятный путь в воспитании человеческой личности. Но то, что наша ответственность, конечно, интеллектуалов, которых всё-таки теперешний мир как бы поглощает, это тоже глобальный процесс, где мы выжим, что естественные науки, прикладные науки, науки, которые заставляют людей бороться за выживание, за чистую воду, за жизнь, за медицину, за экологическое продовольствие, она меньше оставляет место для культуры и для искусства. И, конечно, эти гуманитарные науки, как мне тоже сказали люди из Финляндии, Швеции, сокращаются. Это, конечно, натиск теперешних, можно сказать, передвижений людей, где в миграционном состоянии на нашем глобусе, на нашем земном шаре находится 1,3 миллиарда людей. А если люди мигрируют, живут в палатках или живут в социальных домах, то тогда, конечно, они живут под уровнем бедности, и у них не может быть большие востребования к культуре. Извините, тоже я, наверное, немножко скептик по этому поводу. Но, конечно, наш Дон Кихотский долг немножко бороться с этим процессом. Познакомьте нас со своими женщинами прекрасными. У вас такая семья, вот, очень красивые тоже фотографии, жена, дочь. Спасибо, да. У нас самая, можно сказать, миниатюрная латвийская семья, жена, дочь и кот. И моя жена статистик, жена уникальна тем, что она в статистическом централе, в статистическом управлении работает с первого дня после получения университетского диплома. Это сколько лет? Заня на постоянство? Много уже. Я думаю, что она продержится на этой работе и будет работать до своего пенсионного возраста. Наша дочь архитектор. Как ее зовут? Лига. У вас еще дополнительный праздник есть в семье? Конечно, праздник такой, что она меня радует. И я рад тому, что она училась архитектуре. Она унаследовала тоже рациональный ум и умение считать, и алгебру решать, и геометрию, и понять больше, чем ее отец. Потому что мама у нас такой системный человек, а все-таки творческая, может быть, фантазия как-то, и свобода фантазии, может быть, какой-то частью от меня. Лига выбрала путь архитектора и захотела испробовать свои силы во Флоренции, где она поступала. Конечно, у нее были маленькие навыки итальянского языка. Подучила за один год в частном порядке и поступила. И кончила, ну, как можно сказать, кумлауде, с похвалой. И как итальянские... С отличием? С отличием, да. И итальянские профессора предсказали ей большое будущее. Ну, посмотрим, как она... Большое будущее будет где? В Латвии или в Флоренции? Она теперь в Латвии, конечно, но имеет связи с Италией тоже, и делает совместные проекты, участвует в конкурсах. И можно сказать, что человек уже работает так, интегрирован в глобальных структурах, потому что архитектура тоже теперь переходит границы. Давайте, может быть, по поводу других фотографий поговорим. Вот здесь, я так смотрю, Ангела Меркель. Это что здесь происходит? Рядом с вами. Да, это было пару лет назад, когда Ангела Меркель была гостем Латвии. Конечно, она не была только один раз в Латвии, она была несколько раз, но это был ее визит официальный как президента, и латвийский президент Валдис Затлерс ее принимал. И меня, как знатока рижской культуры и как человека, который связан с очень много исследований немецкой культуры Прибалтики и Латвии, и, конечно, владеющего немецким языком, пригласили быть культурным проводником госпожи Меркель через Ригу. И мне было очень приятно, когда я эту великолепную даму проводил через Ригу, и я почувствовал, что она человек культуры, потому что все-таки лутеранский пастор, есть ее отец, она выросла в семье, где культура, Библия, церковь, история, это все было очень нормально, и она в этом очень хорошо ориентировалась. И, конечно, наши разговоры пошли о реставрации, о рижской истории, о рижской архитектуре и ценностях, и очень было приятно, что даже немецкие туристы остановили нас иногда и хотели со своей канцлершей сфотографироваться на улицах Риги. И как она реагировала? Очень дружественно, дружелюбно. Да, я думаю, что она, в принципе, это человек такой общительный, и, конечно, только протокол из нас сделает таких недоступных лиц. Люди-то, наверное, все коммуникабельны, те, которые доходят до таких высоких постов в политике или в науке, или других карьерных... А вот что показывали, в первую очередь, Ангеле Меркель в Риге? Что, на ваш взгляд, ей должно было быть интересно? Знаете, эти, наверное, маршруты, по которым проходят властители мира, или президенты, или короли, они проходят мимо символов. И мы начали с Ратушной площади, мы прошли в Домскую площадь, конечно, показывать Гердера, как немецкого деятеля, который Ригу сделал знаменитой и латышский фолклор, и поэзию, сделал знаменитым в немецкой среде. Потом мы, конечно, прошли с парижскими улицами, Штюню-Скарню, где и Югенстиль, и барокко, и наши магазины, и наша, можно сказать, повседневная культура, и дошли до места, где Рига была основана, конвента Саэта, и где бременские музыканты, и место, где епископ Альберт все-таки, да, сделал первое, можно сказать, администрационное решение, что здесь будет окружена городской стеной та черта города, в которой будет спрятаться эпископский замок, замок меченосцев, как его охранителей, и будет, конечно, его торговцы и ремесленники. И, конечно, тут должен основаться город, который должен расти, потому что глупо было бы соображать, что на таком идеальном месторасположении около Двины, около моря город могут пустовать. А вот на этой фотографии вам вручают орден трех звезд. Вручили, да? Нет, нет, нет. Это другая фотография. Вот на этой, да. А здесь что? Здесь фотография, которой мои люди, академики из Академии наук и Руйская муниципальность, ну, наградила Рига Сбалова. Рига Сбалова – это награда Риги, символическая, как бы такая, труба, которую можно в увеличенном виде видеть около Рижской первой гимназии и чайка над трубой. Чайка как символ свободы мысли, но, конечно, наверное, академики посчитали, что я со своими книгами о памятниках Риги, об истории Риги что-то сделал такое, что стоит, наверное, такой награды. Вот это вот здесь вы получаете орден трех звезд из рук президента Варевики Фрейберге. Да, это тоже такой, можно сказать, звездный час, когда я уже работающий в Доме Черноголовых, даже не знаю, от кого рекомендован, но был награжден. То есть, так и не узнали, да, кто вас выдвинул? Ну, а как это можно узнать? Это, наверное, все проходит секретно, и капитул орденов, наверное, не оглашает своих, так можно сказать, благодателей. Но я думаю, что Дом Черноголовых тоже в моей жизни сыграл большую роль, потому что три года участвовать как консультанта по искусству, по квалитету предметов искусства и создать интерьер, когда дом строился, и потом, когда меня пригласили административировать, быть его первым директором, ну, да, можно сказать, самые обороты, которых дом принял в музыкальной жизни, художественной жизни и дипломатической жизни. Эти были, как можно сказать, мои шаги, о которых я, конечно, имею право гордиться. Да. Еще успеем звонок принять? Пожалуйста. Надевайте наушники. Слушаем вас. Оэр Спарита в студии. Пожалуйста. Доброе утро. Спасибо за чудесного гостя. Очень остались хорошие воспоминания о его деятельности, о нем как об авторе. И спасибо ему за гуманизм и за понимание интернациональных культуры Латвии. Для русского населения бесспорен вклад и русской культуры, и немецкой, и еврейской в историю культуры Латвии. Но такое ощущение, что у правящей коалиции сейчас другое мнение. Можно попросить высказаться по этому поводу вашего гостя? Мне трудно отвечать за наших правящих, но в этих правящих я тоже иногда вижу перегибы палки. Потому что те идеалы, о которых говорили во время перестройки и во время первых лет латвийской независимости, конечно, тогда говорилось о более гармоничном и управлении, и интеллектуальной общности латвийского населения. то, что иногда политиками делается, боюсь, что это такая близорукая манипуляция умами расслоенного общества Латвии, при котором каждая партия, которая при том еще немногочисленная, если посмотреть список их членов партии, то там 50, 100, 200 человек борются, конечно, за свою часть пирога голосующих людей. И они считают, наверное, кто-то считается с пенсионерами, кто-то считается с учителями, кто-то, наверное, рассчитает на какую-то прослойку в обществе другого социального промежутка, и, наверное, эту свою риторику вырабатывает так, чтобы не сплочить, а чтобы как бы разъединить. И в этом я вижу очень вредную тенденцию, и, конечно, не могу вместе с ними принять решение. Но вы, наверное, можете понимать по моему пути в политической карьере, потому что я отдалился от политической деятельности, и, можно сказать, я получил свободу действия, свободу мышления, и, наверное, мое влияние в культуре гораздо свободнее и шире, чем если я был каким-нибудь холопом одной партии. Все-таки участие в политической жизни, оно связывает руки, да, во многом? Я вижу, что тогда, если бы я был в политике, я был бы... Странно, что Раймонд Паул в свое время говорил наоборот, он сказал, я пойду в политику, чтобы, ну, легче действовать в своих интересах, искусство. Да, это, наверное, есть две позиции. Мне не нравится, что если я должен слушать так или так показанному пальцу вверх или вниз, тогда это не мое свободное решение. И, конечно, плохо быть представителем маленькой партии, хорошо быть представителем доминирующей партии. Тогда, конечно, и ваш размах, и ваш тыл, защита вашего тыла и ваших действий уже как бы, предрасположена вашими сотрудниками и вашими совместниками. Нам пора, к сожалению, заканчивать. Так быстро пролетело время, у нас остались еще некоторые ваши фотографии, но уже не успеваем мы сегодня. Я думаю, что не последний раз вы в этой нашей программе, вообще, в принципе, у нас в гостях. Оэр Спаритес, глава Латвийской Академии наук, был сегодня в программе «Личное утро». Спасибо вам. Спасибо. Да, я просто проанонсирую, у нас после 10 часов будут в гостях Илзе и Андре Слепа. Вот сейчас буквально, через, да, буквально пару минут у них просто тоже очень мало времени. Они сегодня в Риге передают в дар Латвийской Православной Церкви икону Святой Пребодобной Мученицы Великой Княгини Елизаветы. Так что вот на 20 минут они к нам забегут в студию, расскажут, вот у вас тоже будет возможность послушать. Спасибо. Передайте привет от меня. А вы можете, наверное, их сейчас, видимо, встретить. Очень хорошо. Спасибо всем. Оксана Антоненко, Наталья Михайлова и Евгений Копеин были сегодня с вами этим утром. До свидания. Мы знаем. Вы слушаете. Радио Болткома. 93,9.